Приветствую вас, Валентина, я прочитал ваш вопрос, ваш текст, и, вы знаете, вот я могу вам сказать, да, что вот с моей позиции, с позиции к тому, как это вижу я, там, чувствую очень сильную тревожность, напряженность, вероятно, какое-то такое вот стремление к контролю, может быть, то есть, как бы, я это достаточно вот сильно ощущал, надо сказать, вот это вот ваше стремление к контролю, которое, естественно, ваше тревожность. И, эм, на протяжении всего текста, эта вот история, она пронизывает, эм, как бы, ваше сообщение, вы как-то вот не говорите о том, что любите мужчину, да, вы, наверное, подразумеваете это по самим собой разумеющимся, ну, вообще-то, конечно, э, хотелось бы, было бы здорово, если бы вы на этом моменте, на это тоже обратили внимание, да, какие у вас чувства, как чувства к мужчине, вот, потому что, э, вот эта вот тревожность, которая у вас есть, она ведь очень сильно влияет на отношения, на то, как воспринимаете, ну, как воспринимаете вы, э, мужчину, то, как мужчина воспринимает вас, и то, как другие люди вас воспринимают, понимаете, в чем дело, поэтому, э, тот факт, что вы как будто бы постоянно напряжены, как будто бы постоянно ожидаете удар, и самое главное, что этот удар рано или поздно происходит, но в силу того, что вы его ждёте, э, он воспринимается вами весьма-весьма болезненно, по-другому тут и быть не может, когда чего-то ждёшь, э, когда чего-то ожидаешь, что, э, это то, что когда это происходит, и ты этого ждёшь, это болезненно, когда это происходит, и ты этого не ждёшь, несмотря на, э, э, как бы, расхожую практику, э, на бытовом уровне, что, если, если подготовился, значит, э, менее болезненно, нет, 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 совсем наоборот, совсем наоборот. Вот, э, есть, э, ещё осторожность, есть ещё осторожность, на которую я тоже хотел бы обратить ваше внимание. Э, с одной стороны, осторожность, это, э, неплохо. С одной стороны, осторожность, это даже хорошо, потому что, ну, действительно, вы себя защищаете, это нормально, но с другой стороны, с другой стороны, э, вы неуверенны в себе, э, вы хотите минимализировать риски, э, в отношениях, а это уже, э, не столько защита, вполне, вполне естественная, как, например, вот, когда вы говорите мужчине, что, там, не готовы быть любовницей, да, то есть, оставляете свои границы, что, вот, я, там, могу быть в отношениях только, только, там, ну, условно, первой женщиной, да, вот. Вот, э, то, что описываете вы, э, а именно, вот, ваши, э, ну, ваши, э, слова, говорят о том, что нет, что здесь, э, дело, э, не совсем в, э, защите, понимаете, здесь, э, дело больше, э, э, немножко в другом, это дело больше в, э, ну, вот, знаете, в, э, каком-то непринятии, что ли, э, того, э, факта, по сути, что в отношениях может быть риск какой-то, и вот это вас, э, на мой взгляд, тревожит, это, на мой взгляд, вас очень сильно, э, парит, вот, и принять отношения, где, э, нет, э, уверенности, где есть риск, вам сложно, э, э, практически, ну, наверное, невозможно, вот, и, э, парадоксально, но, факт, именно, в эту ситуацию вы угождаете, почему угождаете, потому что, э, при, э, таком, э, подходе, вы не совсем, э, искренне, вы не совсем, э, спонтанно, вы не совсем живете, и, соответственно, отношения вы устраиваете, э, э, с мужчиной, э, с мужчиной, вот, ну, в том числе, да, а, ну, не совсем, искренне, в будущем, вот, то есть это не значит, что вы его обманываете, это не значит, что э, э, Это значит просто, что отношения вы выстраиваете контролем. А выстраивать отношения контролем, ну, мягко говоря, немного не тот путь, который может вам принести что-то хорошее и сделать вас счастливой, как вы сами видите. Теперь, что касается вранья. Безусловно, у каждого человека, у каждого из нас, безусловно, есть своя какая-то позиция по поводу вранья. Ну, то есть, что это значит? Это значит, что, грубо говоря, кто-то может, условно, принять ложь и сказать. Ну, ложь, это, ну, сейчас он выбрёт завтра, я и буду выбрать, да, то есть, как бы, дело здесь не во вранье, да, а в чем-то другом. Допустим, то есть, дело здесь, там, может быть, ну, не знаю, может быть, дело в отношении, к примеру, человека. То есть, ну, такое вот, как вариант тоже может быть. А кто-то может сказать, что нет, вот, ложь это вот, что-то такое принципиально вообще, принципиально неприемлемое. То есть, мне кажется, что этот вопрос нужно решать вам. Именно вам решать вопрос, принимаете ли вы, ну, ложь или нет, факт, лжи, уже, уже, по сути, свершившийся факт лжи или нет. Вопрос немножко в другом. Вопрос в том, как вас это радует. Вопрос в том, как вас это задевает. И вот, как раз таки, если, если вас это задевает, то нужно смотреть на то, как и чем вас это задевает. Понимаете? Потому что именно в этом моменте, в моменте, когда вас это задевает, это уже то, что вы в себе сами не принимаете. То, чего вы избегаете. Вот. Ну, может быть, это то, какой вы, там, пытаетесь быть, к примеру, да? То есть, вот, там, вы пытаетесь от чего-то в себе убежать, короче говоря. Это же не получилось, да? Ну, вот, вы пытаетесь. И, соответственно, ложь, в данном случае, вам мешает, значит, вот, свой образ, грубо говоря, поддерживать. О чем я говорю? Что я имею ввиду? Да? Что я имею ввиду? Ну, вот, допустим, вы спросите себя, что для вас, значит, ложь молодого человека вашего не в контексте, допустим, его, что вот он всегда готов отступить, всегда готов сделать шаг назад, вот, вообще-то он человек мягкий, внушаемый, да, вот это вот. Если мы не будем в этом контексте говорить, а если мы скажем немножко в другом контексте, если мы скажем в контексте того, допустим, в контексте того, как на все это реагируете вы, как это все задевает вас? Ответить на этот вопрос достаточно просто. Вас этот момент задевает тем, что либо он дает вам почувствовать себя как-то вот тяжело, как-то неприемлемо, как-то плохо, плохо из-за этого и из-за того, что вот вы с этим столкнулись. Или вы просто столкнулись с тем, что немножечко вот, значит, ну, немножечко неприемлемо позиция в том, что делает человек. Вот, соответственно, нужно отделить одного другого, вот, и решить уже, что вы с этим хотите делать, потому что риск есть всегда, это нужно понимать. Вот, ага. И ваша задача решить, что вы с этим риском хотите делать, да? Хотите его исключить? Какой ценой? Хотите научиться с ним жить? Хорошо. Научимся с ним жить. Вот. Как бы, ну, я думаю, что для того, чтобы выстраивать отношения, нужно уважать личные границы партнера. Когда вы решаете прочитать переписку, да, это все-таки уже личные границы нарушаются. Соответственно, вы свои личные границы тоже не чувствуете. Значит, не умеете, говоря, о них говорить. Вот мне кажется, что в первую очередь нужно учиться говорить о своих личных границах, учить их демонстрировать, не обижая и не принижая, условно говоря, партнера, условно говоря, человека. Вот. Если вас это интересует, ну, в таком случае можно будет пообщаться, посмотреть, поиследованию, решить, что делать. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok